Итак, маленькая под тема восприятия окружающего мира. Мы с вами уже рассказывали, что каждый человек по-своему мир этот видит. Очень часто мне задают вопросы, что делать. Вот вчера я сейчас набрал вопрос. Мальчику 10 лет, он совершенно прилипал, ему нужно обнимать, его нужно целовать, его нужно постоянно кормить, ему нравятся старые поношенные вещи, он любит спать на старом потёртом диване, ему нравится кошка, с которой он чуть ли не спит. Я ему пытаюсь объяснить это восприятие мира через кинестетику. И сейчас, или, например, девочка, а мы мальчика считаем, что он неаккуратный, что он вещи разбрасывает, что он не одевает красивую вещь, например, как мама. Или, например, девочка, она всё ложит на свои места, всё ложит по полочкам, всё у неё в порядке. И мы переживаем, что она не позволяет каких-то вещей, мы считаем, что педантизм нет. Сегодня мы с вами рассмотрим потрясающий тест и маленькую под тему восприятия окружающего мира. Сейчас я вам этот тест расскажу, и потом уже мы его с вами проработаем. Этот тест есть в интернете, то есть вы можете сначала сегодня проработать со мной, а уже там в дальнейшем вы можете найти его в любой конфессии и разобраться с ним. Итак, что такое восприятие окружающего мира? У нас есть определённые рецепторы, которые воспринимают меня. В первую очередь это визуальные рецепторы. И психологи называют людей, у которых развит этот компонент, визуальный. Визуальный. Это очень модная и современная тема. Она прорабатывается везде, от НЛП, нейроистическое программирование, до современных психотехник, влияния на людей. Вторая рецептор, который мы воспринимаем мир, это что? Слух. Мощный, да? Психологи их называют аудиалами. То есть максимально, человек про него всё видит, но он больше слышит. Больше видит, меньше слышит, или наоборот. И мы начинаем понимать, почему... Вот сейчас на меня жалуются, что я ребёнку три раза повторяю одно и то же, а он ничего не слышит. Это значит, что у него заниженное восприятие, аудиальное восприятие. Вот, как развивать мы об этом поговорим в конце. И третий тип восприятия мира через ощущение. Через ощущение. Психологи называют их кинестетами. Сюда входит ощущение, это прикосновение, это тёпленько, это холодно, это мягенько, это твёрденько. Сюда же входит вкус. И сюда же входит запах. То есть люди, которые видят это, люди с одним восприятием, которые слышат запах и по вкусу воспринимают мир, и по ощущениям это люди противоположные, антиподы чаще всего визуалам. И так называемые аудиалы, это люди такие более-менее гармоничные. Психологи по наблюдениям определили, что визуалов в процессе жизни в районе 35-40%, аудиалов чистых до 5%, и кинестетов тоже где-то в районе 35-40%. Чаще всего встречаются кинестетичные визуалы, визуальные кинестеты. Специфику я эту расскажу потом. А сейчас я хочу вам рассказать, что такое визуал, кинестет и что такое аудиал. Итак, визуалы. Это люди, которые воспринимают информацию через зрение. Это люди, которые воспринимают гармонию. Это люди, которые воспринимают цвета. Это люди, которые видят красивое. Визуал не позволит себе одеть рваные тапочки, зелёную кухточку, коричневенькую юбочку и дурку на голове с немытой головой. Визуалу необходимо быть обязательно в гармонии, пусть это будет неудобная одежда. Визуалы носят вот такие вот туфли, вот с такими каблуками, потому что так красиво, вытягивает ногу, да. Визуалам очень важно для того, чтобы все вокруг были гармоничны. Визуал не понимает немытой головы, нечищенных ногтей и не дай бог там раскрытые, там что-то растернуто. Только визуалы видят стрелку на колготках, только визуалы видят растернутые пуговицы, больше никто этого не замечает. Визуалы это сороки. Для них очень важны всякие прибамбасики, чтобы были красивые часики, чтобы были красивые эти все. Очень важно, чтобы было красивые заставки в телефоне. Если у вас заставка в телефоне красивая, яркая, красочная, у вас очень высокий уровень визуализации. Если у вас заставка на компьютере, не плавающий виндус на черном фоне, а сезонная, то есть зимой это дорожка зимняя, снежная. Это снежная, весной это подснежник расцветающий, летом это море. Значит, вы визуал. У вас высокий уровень восприятия информации через зрение. Это люди, у которых фотографическая память. Это люди, которые очень нуждаются, чтобы все было у них в порядке, все было на своем месте, все было аккуратно. Визуал в жизни не потерпит немытой посуды на ночь. Визуал в жизни не потерпит крошек на столе. Мы сейчас с вами говорим даже о некоторых внутренних конфликтах в семье. Потому что мужчины чаще более кинестетичные, а женщины чаще всего более визуальные. Я когда наполнился этот тест, я просто поняла внутренние конфликты в моей семье. Когда я с мужем стали жить, я никак не могла понять, почему ему все равно, есть крошки на столе или нет. Он отломал кусок хлеба, положил на стол, хрукает и идет, а меня аж трусит. Юра, езжи ножик, езжи досточка, езжи тарелочка, порежь, положи на тарелочку красивенько. А ему нужно вкусно отломать кусок от куска, откусить и хрякать его, понимаете. Вот оно все у него обсыпалось, он кайф ловит, он запах со вкусом чувствует, понимаете. Для визуала все сегодняшние рекламы и все сегодняшние большие магазины это для визуала. Визуал воспринимает информацию вот на этом уровне, на уровне своих глаз. Ни ниже, ни выше, визуал не видит. Он видит вот здесь, где самое дорогое, самое красивое. Все заставки, вся продукция, она для визуала. Если учесть, что почти все женщины все-таки с высоким уровнем визуалки, они больше всего покупают прилавки, которые на центральной линии продажи. Никогда визуал под ноги себе не посмотрит, никогда. И никогда не залезет на верхушку, он видит информацию вот так. И почти вся реклама и вся сегодня торговля связана с тем, что чаще всего включается визуалка. Красивая этикетка, красиво все оформлено, красиво все завязано бантиками, да, и все такое симпатичненькое. И когда у вас сейчас мы тест проведем, когда визуалка у вас высокого уровня, однозначно берите с собой кинестета. Потому что кинестет залезет вниз на самую нижнюю полочку. И не полениться под стеночку аж залезть и потом прочитать, что он достал. Только кинестет залезет на самую верхнюю полочку и посмотрит продукты, а также скажет, подожди, по запаху нормально, берем. А тут же, а визуал, да ты что, тут же пропуск, уже же время, уже продажи закончили. Что ты мне рассказываешь? Нормально, берем. Понимаете, визуал видит красивую картинку, кинестет слышит, чувствует через запах, через ощущение. Он в руку взял, оно ему мягенькое, оно ему комфортное. Он чувствует, что это хорошо, и он будет это приобретать. Визуал пока не увидел, что оно, он даже красиво лечит. Тогда визуал приобретает. Кинестет, он должен внутренне почувствовать. Кинестеты великолепны, экстрасенсы. Они интуиты, просто уникальны. Что еще для визуала важно? Для визуала важно подарки. Подарки должны быть, знаете, даже презерватив. Но если закрутить его в золотую красную упаковку и завязать красивым красным банком, для него это будет безумной красоты подарок. А если кинестет, а кинестет, чтобы он был практичным. Вот кинестет нужно красивой, не упаковку вот такую большую. Он возмутится, почему столько бумаги дракится на упаковку. Ему нужна практичная вещь. Вот для визуала важно красивая открытка, а для кинестета важно бриллиант. Пусть это будет булыжник, он на руку положил для него, и это нормально. Он почувствовал вес, он почувствовал температуру, все нормально. А для визуала булыжник не подходит. Вот если булыжник будет оформлен красивую покупочку, это оно, это подарок. Визуалы очень любят украшения. Они все, сороки я уже повторюсь, они любят бусики, они любят бантики, винтики. Они любят прикрашиваться. Они будут носить неудобную корсетную одежду, но это красиво. Это для визуалов. Для визуалов созданы рестораны. Вот эти вот громадные белые тарелки, на которых желтенькая картошечка, столовая ложка, но красиво размазана по тарелке, да? Красивая коричневая котлетка. Котлетка коричневая для визуала, не для кинестетов. Они пережаренные не едят. Оно и мне вкусно, и запах не тот. Красивый красненький помидорчик с зелененьким листом. Это визуальный вариант. Кинестет, вы знаете, визуал нужно, чтобы оно было красиво, чтобы с вилочкой, с ножиком, интеллигентно. Кинестет нужно, знаете, когда взять, да, чтобы оно все было, да еще так и с этим... Еще скрипочка где-то на фоне. Желательно. И чтобы официант обязательно будет сполыть. Это для визуалов. Кинестету нужно не красивый бокал, а хороший, надежный, чтобы хорошо в руке держался бокал. И пиво с пенкой обязательно, чтобы оно переваливалось, чтобы он мог понюхать, попробовать, нормально это пиво или нет. Визуал пока не увидит, что там пахнет, пиво падает, пенка. Да что, неприлично, оно же пахнет, это же потом убирать. Это все нормально, это восприятие информации разными рецепторами. Для визуала важно, чтобы это было красиво, чтобы это было приемлемо, чтобы это можно было на это посмотреть. Для кинестета важно, чтобы это было вкусно, с запахом и красиво. Для визуала картошечка, для кинестета, знаете, коричневая такая... Плюхнули на какую-то тарелку, и он понюхал, а там запах натурального мяса. Ему это достаточно. Он будет рукой его есть. Ему вкуснее котлету в руки взять, понюхать пахнет мясом и хрюкнуть ее. Но визуал это предсмертный сударь. Боже мой, Юра, ну есть же дарелка, есть же вилка, есть же ложка. Зачем? Черпаком черпанет борщ, который сварил, целый день кинестерфарий борщ, целый день. Ну как? Отдельная тема. Из черпака пробует. Я говорю, Юра, ну как же, оно же капает, говорит визуал. А Кирис, ты не понимаешь, это же вкусно. Визуалы любят, чтобы все было последовательно, чтобы все было на своем месте. Для визуалов очень важно, когда они отдыхают, чтобы они оставались одни. Почему? Потому что визуалу нужно покой хоть на 5 минут с выключенным светом, чтобы он мог закрыть глаза и, знаете, просто-просто полежать спокойно в темноте. Через 15 минут он будет готов. Как в старом фильме, да, «Москва слезам не верит», да? «Дайте мне 15 минут отдохнуть, потом приготовлю ужин». Главная героиня говорила. Это визуальный вариант. Она легла, отдохнула тело, она закрыла глаза и выключила свет. Визуал нуждается в одиночестве временно, хоть иногда, чтобы он отдыхал. Вот, визуал потом поднимается и начинает работать. Еще один момент. Визуал, когда приходит домой, что он первым делом делает? Он на пороге раздевается, он снимает сапоги, он ставит сумки, он снимает манто, платье, пальто. И тут же снимает одежду и одевает домашнюю. Что делает кинестерфарий? «Да никогда!» Он как зашел, и сразу к своей любимой на кухне, которая готовит ему ужин, и в это время визуал понимает, «Что ж ты движешь, что ж ты не разделался, быстренько раздевайся!» И фраза визуала, «Тебе кобелина только одно и надо!» А ему нужно просто понюхать свою любимую, нужно просто ее обнять. Просто запах кинестетический. Все, мама дома, можно идти раздеваться. Кинестет начинает раздеваться, он приходит домой, он расслабляется, когда он садится в свое удобное, драное старое кресло. Но оно ему удобное, там когда-то кот просидел место, и ему очень комфортно в нем сидеть. Для визуала не дай бог, вот визуал сягивает на неудобное кресло, но красивое, чтобы он со стороны смотрелся. Кинестет прюхнется в старое драное это самое и скажет, «Все, ребята, не трогайте, тут мне удобно». Визуал никогда не позволит себе одеть тапочки с дырочками на носочке. Никогда не позволит себе одеть драные колготки. Визуал никогда не позволит себе одеть старый халат, а еще, не дай бог, не постиранный. Для кинестета главное, чтобы это было мягко, чтобы это было здорово, чтобы он мог одеть и отдохнуть. Визуал будет всегда очень подтянутый даже дома, и спортивный костюмчик у него должен быть красивый. А для кинестета очень важно, чтобы это было просто удобно. У меня с мужем были первое время просто постоянные скандалы. Я ему купила, мы с ним 20 лет скоро будем, 20 лет назад я купила ему спортивный, купили мы с ним вместе спортивный костюм, он до сих пор его не выбрасывает. Я ему выбрасывала, вот три раза на мусорку сносили. Три раза он его находил на даче, и три раза он это все возвращал. Я говорю, Юра, ну сейчас же купим новое, ну он же же комфортно. Нет, это мое. Вот оно там ему протерлось, ему это комфортно, протерненько. Вот там ему тепленько, вот это вот оно его. А я в основном, я поняла, что после этого теста, я просто поняла, что это его восприятие, ему комфортно. Да, единственное, что оно любит чистое, понятно, чтобы все было аккуратно и корректно. Визуалу нужно, чтобы все было на своем месте. Визуал даже разговаривает. Посмотрите, вот когда вот идти в Драгоманово, значит что нужно? Вы выходите на университете, вот такая вылеска, поднимаетесь на одном эскалаторе, потом на втором эскалаторе, поворачиваете направо вниз под земку, потом выходите с правой стороны, вы видите деревянную дверь, такую желтую, с вывеской такой. Вы заходите туда, идите туда, 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 на второй этаж, через первый, вы на месте. Так объясняет визуал. Кинестет, знаете, скажет, вы знаете, это некомфортно очень идти спускаться вниз, лень, но правда приходится. Там ступеньки, подняться ступеньки. Вот я чувствую это некомфортно, но там правда хорошо, там запах хороший, там рядом столовая. И совершенно четко чувствуется, там рыбой сегодня пахнет. Это 106 кабинет, вот нам туда сегодня идти. Так будто объясняет кинестет. Вот, они антиподы в своем восприятии мира, но они работают, бесспорно работают. Визуал очень важно, знаете, начал ловиться. Он ловится на лейбой. Вот мады им, или какая-то непонятная, американская лейбочка, вот для визуала это очень важно. Обязательно была какая-то лейбочка. Обязательно. Это его имидж, это его престиж, это его внешний вид. Реклама. Визуала, для визуала вся реклама. То есть, это все, что мы видим, все, что мы воспроизводим через зрительные нервы, все, что мы воспринимаем через зрение, это визуал. Если мы готовим визуал, это ведь куча, что он делает? Он выгребает полностью кухню, он все вычищает, вырезывает, потом отойдет кушать, насыпает тарелочки, кормит всех, потом все это вымывает и тихонечко отползает в комнату, отдохнуть хоть немножко от своих домашних дел. Что делает кинестер? Кинестер приходит домой, ему сначала нужно отдохнуть, чтобы было комфортно и спокойно, потом он начинает так, мать, когда мы кушать будем, мать пока насыпает, он уже прямо с борщ прямо с общей тарелки похлюкал, отломал кусяку хлеба, поглотал и на диван, потому что ему надо, чтобы 15-20 минут это все переваривалось не в кресле, а на диване под телевизором. Пока визуал все вылывает, кинестер отдыхает под телевизором. Потом происходят дальше события, кинестер потихонечку понимает, мама их где-то нет рядом, и он начинает маму искать. Кинестер не может без общения, без объятия, без запахов, без вкусовых рецепторов. Если он готовит, он готовит так, чтобы он любит очень горячее ощущение горечи и горячности, для кинестера это очень важно. Для визуала важно, чтобы была комфортная температура, ни холодная, ни горячая. Ему очень важно, кинестету, чтобы все вокруг его понимали и принимали, таким, как он есть на самом деле, и что его рваные тапочки, это его рваные тапочки, и что никто их не трогал. И когда кинестер начинает искать свою маму визуал, которая приготовила где-то притихо, находит маму, лежит под телевизором, при учебном стеке он так, мамочка, ну что ж ты от меня сбежал? У меня была моя коллега, психолог, она говорит, слушай, я пока этот тест не понимаю, я не понимала вообще, что происходит в нашем доме. Я думала, что мой муж просто-напросто не приучен убирать. А кинестет не приучен, они не могут убирать. Убирать для них это не обязательно, оно как-то само пройдет. И она говорит, я приготовила всех, накормила все там, доча у меня чистый кинестет, и муж у меня чистый кинестет. Я, говорит, тихонечко отползла в свою комнатку, по телевизору легла, и потихонечку так, через 10 минут, папа приходит и говорит, ну мама, на что ж ты так вот легла и без меня. Ложится слева, тоже прибегает доча, и ложится справа кинестета. Очень важно, чтобы кто-то был, притискивать, чтобы ему холодно, не дай бог, не было. А для визуала важна прохлада, ему важна простор, ему важно удобное, комфортное одеяло по температуре, а не по весу. И вот она говорит, лежу я, и папа говорит, зоси, релиз, право, если она говорит, так, мама, тюхай. Это значит, они очень любят, когда я начинаю чесать руки, голову, шею. Я вот ложусь и начинаю чесать. Я понимаю, что я начинаю медленно-медленно закипать. Отдыха уже никакого. Они еще начинают мне там еще что-то там тыкать меня, там это самое. Я еще терплю. Да с кандалой дела, говорит, доходила. Потом вдруг появляется собачка, которая понимает, что мама лежит, папа лежит, да нет. И она начинает маме лизать ноги. Потому что мама устала, она целый день бегает, она только собачки чувствует. А для визуала прикосновение к телу, не дай бог еще вылизывание ног, это смертеподобно вообще. Вот визуал любит на расстоянии воспрямить информацию. Да, 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 все, ага, все. Ну, нормально. Проходите. Вот я там где-то говорю. И когда, говорит, собачка начинает вылизывать ноги, я начинаю понимать, что у меня начинает медленно все подниматься. Объяснить я не могу. Как они не понимают, я хочу отдохнуть? А они не понимают, что она хочет отдохнуть. Они отдыхают возле нее, обняв ее, облизав ее, обнюхав. И когда собачка облизывает ноги, я понимаю, что у меня начинает бесить все. Последний штрих, кыльца понимает, что все есть, только меня там не хватает. Ложиться мне на живот, и тут, ааа, сколько можно, в момент дыхания нет никакого. И происходит скандал. И всего лишь навсего восприятие мира, кинестета нужно обнять, поцеловать, ватным одеялом накрыть обязательно. Потому что чем тяжелее, чем он лучше чувствует, что его накрыто ватным одеялом, тем ему теплее. У меня с мужем первое время было просто скандалой. Потому что он всегда своим долгом считал меня положить под стенку, прибить в эту стенку, прижать ее своим телом, накрыть одеялом и сверху еще ногой и рукой прихватить, чтобы я не сбежала. Я понимаю, я задыхаюсь. Мне нужно простор, мне нужно воздух. А он говорит, Юра, мне жарко. Как тебе жарко, если я весь замерз? Понимаешь? Я говорю, я тебе накрою. Нет, так не надо. Давай лучше я тебе. Мне так удобнее, я знаю, что ты рядом. Кинестетам очень важно, чтобы любимый человек, его запах, его тело, все находилось возле него. Кинестетам очень важно, чтобы все было им комфортно. Они не любят одежды. Если бы не могли, они бы вообще ходили далеко. Это был бы для них просто идеальный вариант. Надо, чтобы балахом так на всякий случай, чтобы не было стыдно по улице пройтись. И все. Эти украшения на шее это не для кинестетов, а для визуала. Все цепочки, все вот эти вот прибамбасики. Это кинестет, знаете, вот есть даже такой анекдот, когда жена отправляет мужа на море и говорит, слушай, что ты отручай на кольцо не оделал, ты шорик в такую же руку. Восприятие. Настолько они чувствуют четко вот это вот все им так тяжелее. Если бы могли, они просто ходили бы горяком, просто. Для них штаны обтяжку это просто плать, это слезы. Для них очень важно, чтобы она была все свободная. В крайней части на шнурочке, так чтобы можно было. Хух, сразу снялось. Для них тяжелые, они очень тяжело подбирают себе улыб, потому что для кинестетов важно, чтобы это были тапки рваные, раздавленные, чтобы ножки было удобно ходить. Для кинестета даже машина удобно старая или очень хорошее, удобное кресло с подлокотником, с подголовником, потому что иначе он себя некомфортно чувствует. Для кинестета очень важно, что еще? Рукопожатие и поцелуи. Вот эти вот тём-тём, вот эти вот обнималочки, это кинестеты. Сейчас очень модно все стрельки, ай, привет, дорогая. Визуал, они стоят, начнете обнимать, его начнет просто кондрашка лупить. Он сразу так, я все поняла, все хорошо, присаживайтесь, да? Визуал скажет. Вы подходите, ну, Даля Леонидовна, и начинайте мне пуговичку крутить радостно. Я начинаю понимать, что эту пуговичку я сейчас отрву, завтра я ее просто не одену. А есть вот кинестеты, знаете, что ли, волосы себе. Вот Алла Борисовна, она явно кинестет, она постоянно делает вот так. Это чисто кинестическое качество, или там обнимать себя, или так поглаживать, знаете, вот даже вот, вот снимаем, да, и вот там, это кинестетическое качество, которое очень быстро улавливается. А самое главное вот это вот. Ой, 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 ну что вы, ну что вы, ну что вы. Вот знаете, так удобно, вот она такая тёпленькая, такая мягенькая, да? А визуал, посмотрите, она такая, она же не соответствует, оранжевая с красным. Ты что, с ума сошла? Она уже мягенькая, и все. Она уже оранжевая с красным. То есть несовместимость восприятия окружающего мира. Даже опять-таки, визуал сначала, знаете, как жарит картошку визуал? Он ее красиво режет, и жарит на красивой сковородке. И на белой, чтобы было видно, как она со всех сторон уже. Как киностерк жарит, вот он. Он конкретно жарит до хруста, до черного цвета, потому что ему не цвет важен, а хрустящий вкус. И берет, что делает киностерк в последнюю секунду? Он берет горящую, кипящую сковородку и несет под телевизор, поставить на ваш журнальный столик, где вы визуал. Только недавно купили новую салфетку. И визуал начинает это взрывать. Насколько можно? Что это за свинство в доме? Я просто поняла, что с мужем бесполезно бороться. Ему вкуснее со сковородки. С кипящей сковородки. Тогда я просто за ней вместе несусь и успеваю подбросить какую-то газетку, решение, только и все. Объяснять совершенно бесполезно. Очень интересное восприятие окружающего мира. Очень часто жена мужу кричит, а в конце концов, что здесь за бардак? Потому что киностерк, то неважно крошки на столе. Киностерк, то неважно немытая посуда. Киностерк, то неважно перетянутая, красивая, тонкая талия. Киностерк, то важно запах тела. Запах вкусной еды. Приятные обняться, поцеловаться, обнюхаться, посидеть в комфортном старом кресле, поесть кипящую картошку, поцеловать любимую женщину, всунуться носом ее, как она думает, немытую голову. Он кайф от этого получает, а то, что это запах его любимого человека. А ну что ты, я два дня голову немыла, как так можно и так далее? Это все внутренние конфликты, которые работают и которые действительно в нашей жизни часто бывают. Мы очень часто наказываем детей за неаккуратность. Да не неаккуратность, а не кинестеты. Что происходит еще? И последний раунд, это аудиалы. Аудиалы самые интересные. Они все слышат. Ну им по барабану, что они идут? В каком это все свете происходит? Как они одеты? Это знаете, люди на руки, музыканты, вот вспомните, они все одевают так, только на выступление, а все остальное, как они находятся, что у них надо на лове? Им все равно. Они слышат. Для аудиалов очень важная информация. Аудиалы это те люди, которые постоянно между собой разговаривают. Аудиалы для тех, которые по телефону могут разговаривать 2-3 часа. Я себе не могу позволить даже и 5 минут. Я считаю, что телефон создан не для того, чтобы красивенько его в ухе держать, а для того, чтобы искать информацию и идти дальше. Для аудиала очень важно постоянно говорить, постоянно что-то рассказывать, постоянно, знаете, как петук с соловьем, да, в басне. Вот, кто кого переговорит. Для аудиала очень важно имя, отчество. Вот, поэтому я сразу говорю, когда вот это надо назвать Леонидовна, слышно там? Я говорю, знаете, Леонидовна на базаре картошкой торговит. А для аудиала вы имеете такой уровень ваша аудиалка. Аудиалка это люди, которые любят поговорить и любят услышать. Это им не надо 2-3 раза повторять. У нас аудиалку еще в школе уничтожает наша школа, знаете, постоянным повторением. Самый простой пример. Иван, итак, позвись щеденники и напиши домашние завдания. Все взяли щеденники. Ваня, ты взяв щеденник написать домашние завдания. Светочка, а ты чего напишешь домашние завдания? Итак, я повторю. В 5-й раз. И дети что, привыкают к тому, что они не слышат. Аудиалка у них просто-напросто помнит. У них вообще школа многие вещи забирает. Практически аудиальные в том числе. Если бы мы, даже мы, когда дома ребенка поднимаем, Ваня, ты встал? Ваня, тебе в школу пора. Ваня, если тебе раз может оказаться. Ваня, за раз придут и бедам ремня. Ваня, я уже иду. Когда 5-6 раз повторим, тогда ребенок начинает схакивать и бежать что-то делать. Понимаешь, он опаздывает и так далее. Потому что чаще всего это кинестеты. Дети у нас более кинестетичны. Я вам говорила вначале, связывая это с тем, что с Годи Горо-3 они познают мир через кинестетику, через вкус, через сосание, через обнимание, через тепло мамы, через запах мамы, молока и так далее. Вот эти вот рефлексы, они начинают с Годи Горо-3 обрабатывать и они потом включаются в нашей жизни на восприятие окружающего мира. То есть ребенку массаж надо сделать, чтобы он массажит. Конечно. А как мы любим все массажи, дети детки, очень хорошо, да, быстрее сделать массажи, погладить, да-да-да-да-да, снять одеялко, чтобы тепленькое его не было, чтобы немножко он остывал от сна. Вот, и сделать массажи. Он тогда начинает просыпаться, действительно, он начинает немножко будиться и так далее. Очень интересные вещи. Очень интересные вещи. Сейчас я вам предлагаю по этому поводу тест. Вот. Да. Просто. Как избежать конфликта в семье, когда вы по тесту определили, кто у вас ведущий, какое вид восприятие, да? Ответ очень симпатичный. Во-первых, однозначно, нужно понимать, что такая информация есть и нужно всем эту информацию переработать. Однозначно, нужно всех протестировать. Слава Богу, интернет есть в каждом доме. Если нет, можете взять у меня и протестируйте своих родных. И объясните им то, что я вам сегодня объясняла. Что если высокий уровень визуалки, значит, ты видишь красивое. Тебе важно, чтобы все было на своем месте. Тебе важно, чтобы был красненький пиджачок. Тебе важно, чтобы были беленькие носочки. Вот. Если ты кинестер, ему все равно главное, чтобы оно не давило, не мешало. Если аудиал, значит, мне надо сто раз повторять. Как раз визуалу нужно по сто раз повторять одну и ту же информацию, он не понимает. Сначала протестируйте, чтобы вы вообще поняли, что у вас происходит. В идеале самый гармоничный вариант, это когда все три восприятия более-менее ровненькие. Это идеальный вариант. То есть человек, если нужно включать визуалку, если нужно кинестер дорабатывать, чтобы не было перегибов в визуалке. Потому что перегибов в визуалке тоже, если чистый визуал, то ему только, чтобы все было по шаблону красиво, на своем месте. Открываем шкаф. Такие и делаем по гороскопу. Открываем шкаф, а там все по цвету, по рангу, по статусу. Чашечки стоят на одном месте, ложечки на месте. Разрешать себе аккуратненький бардачок. Разрешать себе визуалом высоким уровнем немножко кинестических качеств. То есть не помыть посуду на ночь. Господи скажет, да ты что, с ума сошла? Разрешать. Я не говорю не мыть. Я говорю разрешать. Объяснять кинестету, слушай, давай тогда вместе. Ты убрал, как говорит моя мама, ты засрал, а теперь давай разом прибираем. Давай я подмету, а ты это соберешь и вынесешь. Давай я сделаю. Приучать детей к тому, что дети более кинестичны, чем взрослые. Кинестетику немножко подтягивать к визуалке. То есть учить их находить монетки. Самое простое упражнение на развитии визуалки знаете какое? Идти по улице и считать монетки, которые вы нашли на улице. Поверьте мне, ни один кинестет не видит ни одной монетки. Это смешно вот такое. Идем с лужем. Я сразу, я уже штук 6 насчитала, 7, прямо вот на 100 метрах. А он проходит, и говорит, о, точно монетка. Он так 50 ливен приступил. Люди потеряли, присыпалась земля, я сразу сфотографировала. Вот я говорю, Юль, ты что, с ума сошла, что он уже денежка. Какой? Это разве денежка? Чмак, чмак, кинестет, ему неприятно. И так далее. То есть, учим наблюдать. Очень хорошо ходить по грибам. Очень хорошо заниматься рыбалкой. Развивается визуалка, куда идет наблюдательность. Очень хорошо учиться считать ступеньки. Высокий ступенек вот вам на подъезде. И запоминать это. Очень хорошо наблюдать, какого цвета сегодня вышла мама и папа и проговаривать это. То есть, визуалка, она развивается, это нормально. Очень хорошо развита визуалка. Знаете, у кого? У технорей, у швей, у художников, у дизайнеров, у кого развито абстрактное мышление, образное, у них автоматом визуалка включается. У технорей, которые работают руками, у них больше будет кинестетика. Вот мужчины, почему они кинестетики? Потому что они все делают своими руками. Они сами там строят, варят, клевят, собирают, мебель перетаскивают, потому что это работа руками, это кинестетика. Тогда им что? Мы учимся, давай посмотрим какой цвет. Да не знаю. А вот давай посмотрим, давай вместе. Давай, я так чувствую, как ты вот. Ты чувствуешь, а я вижу. Давай поменяемся, я попробую почувствовать, что ты видишь. Учимся договариваться. Если мы не будем договариваться, не будет порядка в семье, даже если мы все визуалы. Учимся договариваться. И, конечно же, аудиалка как развивается. Не повторяем постарас одно и то же. Не повторяем. Сказал один раз, проспал ребенок в школу, получил вечером по попе, так тебе и надо. Завтра проспал, получил по попе, так тебе и надо. Кинестетику включили на пятой точке. Все, тема отключилась. На шестой раз он будет думать, как ему самому проснуться. Это все работает, это все можно развивать или дополнять. Если вы очень высокий кинестет, не переживайте. У вас очень классное состояние. У вас чувство, ощущение тепла и мироздания. Если вы высокий визуал, похвалите себя и всем расскажите. Ты знаешь, по этому тесту я визуал, поэтому давайте договариваться. Папа, ты высокий кинестет, я чистый визуал. Давайте договариваться. Я люблю порядок, а ты любишь вкусно. Давай будем вместе все делать. Давайте будем гармоничны. В идеале с гармонией это когда все все делают вместе. Мы когда с мужем только поженились, мы, правда, уже взрослые люди, первым делом, о чем мы договорились, что он будет делать и что он не будет делать категорически. Потому что вот на восприятии окружающего мира даже работает такая тема, как мужская и женская работа. Мужчина должен там заколотить, чтобы оно не висело, а женщина должна создать уют. И получается, что мы варим, парим, шпарим женщины, все это, сам создаем уют, а мужчина говорит, я не могу, я устал, мне тяжело. И мы начинаем его обсуждать. И на самом деле этот кинестет устал, погладьте его. Положите его. Скажите, да ладно, хорошо, давай я возле тебя подвижу, чуть должна лежать. Я рада, что делать. Это все включается, учимся, договариваются, у нас даже просто у нас не получится нормальных взаимоотношений. Не было раньше этого теста, он только всего существует лет пять или шесть. А как до этого мы все жили? Как мы договаривались? Как мы находили общий язык? Просто этот тест помогает нам быстрее разобраться в наших взаимных непониманиях. Понятненько? Все, вопросов нет? Еще один тест написано.